Привет дорогие друзья, привет дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам. Здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Севке Задамяне. Но перед тем, как я перейду к обзору, я хочу обратиться опять к вам. И опять с просьбой поддержать Саши, блогера, девочки, да, канал, который делает расклады. Эта девочка, моя зрительница, мы с ней очень поприятельствовали, она замечательный, очень приятный в общении человек. Мы очень долгое время пытались бороться за её канал. С момента основания, да, я её обучала, так сказать, блогерскому ремеслу, рассказывала все моменты, все нюансы, которые могут быть связаны с каналом. Но не всё мы учли. Мы не учли то, что и этот канал будут пытаться снести. И этот канал подлежит, в принципе, у неё под снос, потому что очень много на каждом видео висит жалоб. И даже, так сказать, с моим опытом и знаниями, даже с опытом отбивания страйков, я не смогла ей абсолютно ничем помочь. То есть боролись, боролись. Неделю мы за него действительно и со службой поддержки связывались, и с людьми консультировались, и узнавали. И Саша узнавала, и я узнавала. И ничего сделать с этим каналом уже по факту невозможно. Поэтому был создан новый канал. Ссылочку я закреплю в комментариях, кому зашли Сашины обзоры. А я знаю, что таких людей очень много, и людям это интересно. Я вам скажу больше. Саша очень приятная девочка в общении. Я рада, я рада, что именно вот такие зрители, понимаете, у меня на канале. Я обожаю своих девочек и даже мальчиков, которые есть, потому что я понимаю, что это очень адекватные, вменяемые, классные люди. Вот действительно, классные люди. И Саша еще один раз, знаете, для меня это подтвердило, потому что очень с многими девочками с Ютуба я общаюсь, и ни одна не оставила меня разочарованной. И так же самое, как и Саша. Очень приятная девочка, очень интересная. Мне приятно было крайне с ней познакомиться, поприятельствовать, перейти уже в личное общение. Поэтому, ребята, в общем, не буду долго вас задерживать. Ссылочка будет в закрепленном комментарии на ее новый канал. Ну, а я перейду к обзору. Ну, первонаперво начнем опять-таки с Колясеньки. Колясе демонстрирует Севке, что же он прикупил в местном супермаркете. И, конечно, как всегда, Новус. Колясе теперь так и хвастает, как он покупает все уже чищенные и готовые завакуумированные овощи. Вот это яка диковинка. И Севка говорит, да, столичная жизнь она такая. Да, Севка, особенно, когда за чужой счет. Действительно, это же очень тяжело и очень сложно почистить овощи. Поэтому нужно их брать исключительно в готовом виде. Не дюжа, чтобы Колясеньки на маникюренные пальчики стояли, пачкались, да, вымывая морковку, я не знаю, картоху перед тем, как ее почистить. Поэтому идеальное решение покупать уже все готово. Это ты, холопище, это ты, да, вот этот вот ничто против Коляси. Все это делаешь своими ручками. А Колясе некогда. Нужно силы и энергию поберечь. Когда тем более он студент. И, ребята, я смотрела, думаю, откуда, откуда у Коляси, вот откуда оно вылезло. Это тот человек, у которого маменька, папенька, какой-то там огородик садят, да, какую-то там, в любом случае, картоху, морковку выращивали своими ручками. Земельки этой ковырялись. Но эта бубочка, конечно, не такая. Теперь это столичная штучка. И ему не по статусу эти овощи начищать. Ну, а Севка, придурок, пусть платит. И когда Коляся кричит о том, что это всего лишь на 4-5 гривен дороже, Коляся, если бы ты сам на это зарабатывал, тогда другой вопрос. А когда за Севкин счет банкет, то это очень и очень смешно. И опять-таки на 4-5 гривен дороже, но там по факту он показывал тот набор, который на семью на раз приготовить, по факту не хватит. То есть это надо взять 4-5 раз больше, чтобы реально накормить семью. Но да ладно, так, так, так. И вообще, я смотрю, Коляся в Киеве прям, понимаете, оперился. Он уже даже в перчатках хрумкает. Выходит с мукбангами в трансляциях, в черных перчатках и ими ест. Угорают походу все, даже его куколки. И так и интересуется. Он всегда дома в перчатках ест. На что Коляся сказал, это идеальное решение. Руки остаются чистыми. Вот она, ребята, экономия энергии и собственных ресурсов. Перчатки натянул и до свидос. Ну и дальше Коляся решил зрителям показать свою киевскую коллекцию духов. Парфюмов никто об этом не просил. Никто об этом не спрашивал. Коляся подрастроился. Поэтому решил, конечно, нам показывать свои диковинки и новинки. И при этом не забывать рассказывать, сколько стоит каждый его парфюм. Но вот когда действительно больше показать нечего, не о чем со зрителями разговаривать, только мужику. И остается демонстрировать свою коллекцию. Ну и дальше даже сообщил, что принимает в дар духи. Поэтому у кого есть желание поучаствовать, так сказать, и пополнить еще Колясину, коллекцию никто вас не ограничивает. Он с удовольствием и благодарностью все принимает. И вообще я вам хочу сказать, что Коляся, Поберуха и Попрошайка еще тот. Все это очень завуалировано. Ребята, ну насколько у него тяга и жажда к чужим бабкам. Насколько он не хочет ни хрена делать, но при этом все иметь. Я так понимаю, что он идет по принципу своего папи. Вот папе вообще Калидорыч, ребята, он просто по-новому в ТикТоке открывается. Я когда смотрю на этого возрастного детятку, я вот понимаю. Ну а знаете, как говорят, хочешь посмотреть на свою жену в старости, посмотри на ее маму. Вот так же по принципу и Коляся. Хочешь увидеть его в старости, посмотри на его папу. Ребята, это просто шедевральные какие-то моменты. Папе любит фильтры, папе любит масочки, папе любит танцевать. Он настолько яркая, неординарная личность. Это просто зашкварно. И поэтому Коляся действительно по образу и подобию своего папе. Кто сомневается, ребята, что Коляся родной, я вас могу огорчить. Он родной на 100% Калидорыч. Вот знаете, гены пальцем не сотрешь. Вот знаете, ты к ней в папе и попадешь в Колясю. Ты к ней в Колясю и попадешь в папе. Это действительно сын своего отца. И чем больше мне папе попадается в реках, да, в ТикТоке, тем больше я в этом убеждаюсь. Кстати, еще одна шедевральная новость, срочная новая прям новость, понимаете. Папе идет на шоу. Папе теперь хочет на мастер-шеф. И даже Ольга Леонтьевна заметила, что батюшки, господи, одни у них таланты. И все идут на шоу. Я вам скажу так, Ольга Леонтьевна, одни в вашем окружении халявщики. И для того, чтобы халява продолжалась, из вот этих вот ручейков превращалась в целые реки, конечно, они готовы идти куда угодно, лишь бы привлечь новую аудиторию. И самое главное, чтобы эта аудитория на них реагировала и дарила им подарочки. Поэтому, да, ребята, папе так и заявил. Мастер-шеф за ним прям плачет. Ну хорошо, хоть не Украина, мае таланты. Но вот такие вот уникальные и одаренные творческие личности. Ну и тем временем, Коляся, конечно, продемонстрировав все свои парфюмы, задел заживое Севку. И здесь, понимаете, Севкина самолюбие не выдержала. И он решил посоревноваться с Коки. И так и говорит, а теперь я вам покажу свою коллекцию. Очень интересно наблюдать, как два мужика показывают свои парфюмы. Но, да ладно, продемонстрировал и Севка. И, в принципе, заметил, что несколько видов у него закончилось. И Коляся клятвенно пообещал ему пополнить его коллекцию. Духам быть. Мне очень нравится, ребята, щедрость Коляся за чужой счет. Вот, понимаете, я тебе куплю. Я тебе подарю. Только забывает упомянуть за твой же счет. И при этом Коляся рассказывает раз за разом, пока Севка демонстрирует свои парфюмы, вот это я тебе дарил, и эти я тебе дарил, и вот эти я тебе дарил. И, конечно, напоминает Севке о ценниках. Коляся, если Севка будет напоминать тебе о всех ценниках, которые на тебя потрачены, то ты, детка, задерешься это слушать. Не хватит ни пальцев рук, ни пальцев ног. Поэтому уймись. А второй момент по поводу ценников. Кого ты хочешь этим удивить, впечатлить. Вот это хвастовство, ребята, наверное, родилось еще раньше Бубочки. Постоянно рассказывать, какой он щедрый. Ну и дальше перейдем к видосу. Севка, как всегда, приехал на планетную и требует воды. Надька наливает воду, и здесь, наконец-то, Севку осенило, озарило. И он решил поинтересоваться, откуда же эта самая вода-то и берется. Появляется, так сказать, что постоянно бутылки ему наполняет. На что Надька ему рассказала, что воду она берет сама. С утреца, так сказать, пораньше тянет эти бутылки куда-то, баклажки на пункт, где вот эту воду очищенную можно набрать. Так вот, притянула, набрала, оставила до вечера и ушла. И мамка объясняет, что да, типа, вечером проще занести. И Надька дает пояснение, что вечером она бежит обратно за водой в надежде на то, что дотянет ее до подъезда. И сидит, ждет, потому что людей ходит много, чтобы кто-то на этот самый пятый этаж ей эту воду и запхнул. Ребята, занавес, душите свет. И мамка дополняет, что обычно это делают два Димы. Дима, который, да, любит колдорнуть и дает всему подъезду прикурить и джазу. И второй Дима, который снимает там квартиру. Наглости и отмороженности нет предела. Севка, каково там нормуль воды сербается, который кто-то тебе притарабанил здоровому бугаю, чтобы ты ее хлебал и сербал. И вы знаете, ребята, я понимаю участие людей тогда, когда ты знаешь, что это одинокий пенсионер, одинокий, да, человек. Ну, некому это сделать. И это святой, наверное, долг каждого принимать участие и помогать вот таким вот стареньким людям. Но совсем другое, когда у них есть здоровая бугаина, которая ездит на машине и ему западло притянуть своей маме воду. Вы знаете, вот в таком случае я бы, например, при всем своем сострадании, жалости, но зная, что происходит, зная, что Севка блогер, видя его ролики, принципиально бы ни хрена никому не тарабанила. И если бы ко мне Надька обратилась, я бы так и сказала, Самвел рулит, алло, и он пускай и занимается доставкой и подъемом воды к вам на этаж и к вам в квартиру. Но согласитесь, странно, Севку озадачивать не хочет, а кого-то так запросто, еще и так, понимаете, налегке и просто об этом говорит, что подожду какого-нибудь лоха, который это сделает за Самвелку. А вот его озадачить нельзя. И возникает следующий вопрос. Вот Севка это слыша. Почему до сих пор у мамы нет кулера? Почему до сих пор нет доставки воды на дом? Когда в Днепре в квартире, в квартиру это сделать вообще не составляет никакого труда. Почему вам должны и обязаны это делать кто-то? Абсолютно чужие и посторонние люди, которые жалеют, да, вот это недоразумение, сидящее под подъездом и ждущее и просящее поднять на этаж. Кстати, Надька, а что за проблемы начались по поводу подъема на этаж воды? Вот раньше ты кричала, что по две баклажки тянешь. Кстати, Зина, которая намного старше тебя, которая имеет, да, свои физические особенности, далеко не здоровый человек и благополучно пхнула воду наверх. Что-то ты в последнее время от рук-то и отбилась. И все ждешь вот этой халявы. Кого напрячь, кого озадачить, чтобы кто-то это сделал за тебя и за Севку. А нужно было бы Севку-то и поднапрячь. Так сказать, что Самвел, я тягла с водой и не вытягиваю. Ты сам знаешь, что мама любит пить воду. Пожалуйста, когда едешь, купи и подними воду наверх. Тем более он каждый день у вас. И мужику взять в руки две пятилитровые баклажки и поднять наверх просто ни о чем. Ну и дальше Надька начала жаловаться на холод. И так и говорит Самвельчик, там так холодно в квартире. Помещение-то практически нежилое. Это здесь шкварится, жарится, варится, парится. И здесь тепло. А там дюже и дюже холодно. А можно я хотя бы на чуть-чуть включу кондиционер на тепло. Мне интересно, Надька, отчего ты спрашиваешь? Вот взяла бы и сама коммуналку-то и заплатила. И включила себе это тепло. Не есть же проблема, да? Тебе никто не запрещал пользоваться этим. Просто нужно иметь совесть и самой хоть за что-то платить. Но походу Надька намекает, что пора включить отопление и счет за коммуналку увеличится. На что Севка с благородством, понимаете, сказал, да, Надя, бери и делай, чтобы тебе не было холодно. Ребята, я смотрю, она реально помороженная. Там фреон, я не знаю, минус 100, наверное. Наверное, нафигачен. То есть наглости и каких-то вот действительно пониманий, что это как-то неприлично, когда тебе оплачивают абсолютно все, но хотя бы там тысячу-две гривен могла бы и ты забашлять. Это не то, что ты живешь на пенсии, у тебя каждая копейка на счету. Но не тут-то было. Надька, походу, конкретно и конкретно вошла во вкус. Какого хрена мне платить, если тут можно пробить почву, намекнуть Севке и пусть лох платит дальше. Ну и дальше пошли обсуждения по поводу готовой пищи, которую типа готовят тебе на дому, да, на заказ. И привозят, и ты, мол, ее ешь. И Надька рассказывает, что в недогорках это пользуется спросом. И Севка дюже удивляется по поводу того, что, да, неужели сами приготовить не могут. Что им еще делать? Севка, а неужели твоя мама не может сама приготовить? Вот что ей по факту еще делать? Неужели ты сам себе не можешь жрать, приготовить? Что тебе еще по факту делать, кроме того, как тягаться на планетную? То есть ты осуждаешь кого-то, да, и недоумеваешь. Как типа можно есть с чужих рук? А как ты с Надькиных рук жрешь? Тем более, глядя на нее, все больше и больше понимаешь, какая это чистюля. Все прекрасно видят, как она ковыряется у кошака в глазах, вытягивает, да, вот эти. Какие-то там слезняки, выделение засохшее. Об себя обтерла и порядок. Этими руками пердует тебе жрать, разогревает, подает, убирает, хлебушку достает. И ты ни разу не брезгуешь. Кстати, Надька, приходя с улицы, руки не моет так же, как ты. Но ты ж-то как-то с ее рук жрешь. Мало того, еще ее и рекламируешь. И предлагаешь, чтобы она занималась изготовлением пирожков и беляшей на заказ. И вот опять-таки двойные стандарты. Ты сам бы не ел, но Надьке придумал новый бизнес. И так его и рекламировал, что, мол, берите у Нади и заказывайте. Называется она Тоби Божи Шамани Негожи. Кстати, Севкова, он тоже с Коки благополучно жрет из супермаркета полуфабрикаты. Новос рулит. В каком вот дичайшем восторге были от их кулинарии. И ведь по факту это тоже готовится чужими руками. Но ты же почему-то дюжи и дюжи брезгливый. Ложки заглатываешь, но только так и тарелки опустошаешь. И, кстати, ты хоть бы раз поинтересовался, хоть понаблюдал, как Надька готовит то, что ты опять-таки кастрюлями в себя-то и опрокидываешь. А тут, как всегда, ну такой брезгливый. Просто страшно. И глядя на его опять-таки чистоплотную маму, ты же тоже как-то с ее рук раньше ел. И ничего тебя не смущало и не останавливало. Ну и дальше Севка показывает маме видос, который ей записал Вася, который с Америки в ТикТок в баклах. Севка с ним часто выходит. И мамка аж поплыла. Мне очень понравилось Васи на обращение к Севкиной маме. Моя ты, мой ты персик сочный, да, если не ошибаюсь. Моя ты сладенькая. Вот, ребята, возрастная женщина, да, бабушка. И вот это мой ты персик сочный. В каком месте, Васятка, ты увидел сочный перчик? Как по мне, это, ну как минимум, сморщенная такая пересушенная курага. А еще лучше, вот больше сходства с изюмом. Но Вася решил мамку порадовать, так порадовать. Ну и по поводу того, что сладенькая 100%, еще и хорошо пахнущая. Ну и дальше ей Вася рассказал, что целуют ее полностью во все места. Мамка так и поплыла. Счастливая, ребята, рада, радехонька. Поэтому по ходу в конце видео не сдержалась и всю свою радость-то и выпустила. И даже Севка ей сказал, что мама нужно как-то сдерживаться и контролировать даже, что ты делаешь. Но по ходу мамка радости настолько напиталась, что уже не сдержалась и пофид веники. Ну и дальше Севка возмущается. Надька уперла свои недогорки, а он еще накануне, да, в этом видео ей жалуется, что мамка как какой-то переходящий вымпел, переходящее знамя. Ни хрена сама не может сделать, даже укол себе вколоть. О чем? То у тебя мама жопу помыть сама не может. И не потому, что не может, а потому, что просто ленится и прикрывает это все глазами. Человек, который плохо чувствует, человек, который уже, скажем так, не контролирует какие-то части своего тела, для него это тяжело, не будет так лихо нырять за долларами, которые упали на пол, как это делает твоя мама. Поэтому ты возмущаешься за какие-то уколы. А на расческу в руках не хочет держать, у нее для этого есть Надька. Ну и понятно, что Севку это напрягает, потому что это нужно сделать, да, по факту теперь ему. Ему надо тратить на это время, на покатушки и так далее. Очень удобно, когда есть Надька. И вот тут Севка вопрос, не разосрались бы Зины, и это делала Зина. А так, по-моему, и залили, и теперь изображаете радость. Ну и дальше, как всегда, о Надьке ты видела, что я сделал в своей квартире. И какой порядок навел. И не каждая кабуча может это сделать. Не каждому под силу проделать ту работу, которую я проделал. Севка, какую ты проделал работу? Ты что, действительно притрушина и считаешь, что ты какую-то по факту проделал работу? Так ты ее чуть ли не неделю делал. Ну, ребята, сам засрал, сам захламил, а потом убрал и еще восхищается, какой он молодец. Ну и рассказал, что кабучи так убрать не смогут. Они только гавкают. Да, Севка, вот твоя мамка с Надькой засрались, по самое не хочу. Ну и тут же Надька добавляет, что действительно очень много засранок. Это говорит та, у которой пыль валялась, да, месячной давности вместе с паутиной. Та, которая, приходя с улицы, руки не моет. И говорила та, которая куда бы ни заперлась, но он к сытникам пришла и сразу в верхней одежде сумкой плюхнулась и поперлась на кухне. Вот глядя на Надьку, я как раз таки очень четко понимаю, какая она чистюля. Но кого-то засрать на раз-два. Лишь бы Севку порадовать и угодить. Ну и дальше, ребята, Севка уже на выход. В подъезде с ним прощается и Надька орет на прощание любимке. Самвелка, у меня есть две перчатки. Ребята, представляете, тронутая какая. Вот люди, если поднимаются, не понимают, о чем идет речь, да, что в ТикТоке ей дали две перчатки. Думаю, тетка какая-то явно не в себе, а в каких-то перчатках верещит на весь подъезд. Ну что ж, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. Ну а я пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!